Всем привет! Продолжаем ходить по городу в Санкт-Петербург, смотреть на дома, узнавать кто в них жил. Улица Правды, дом 7. Архитектор Иванов. Год постройки 1882. Стиль эклектика. В 1682 году архитектор Иванов. Перестройка. Два четырехэтажных дома, седьмой и девятый, построенных в архитектурном стиле эклектики, завершают нечетную сторону первого квартала современной улицы Правды. Похожи друг на друга своими спокойными фасадами. Они появились здесь в один год и сооружены одним зодчим архитектором, академиком Ивановым. В 1850-х годах участок Большой площади на углу Большой офицерской Ивановской улиц принадлежал действительному статскому советнику и кавалеру Самуилу Ивановичу, Самуилу Готлибу фон Айлеру, правителю хозяйственной части, воспитательного общества благородных девиц. Кстати, за безубречную службу Самуил Айлер в 1841 году пожаловал дипломом на потомственно-дворянское достоинство. Прослужил более 35 лет на государственной службе. По выходе в отставку был депутатом по выборам дворянства Санкт-Петербургского универа. И до конца жизни состоял в гласном Санкт-Петербургской городской думе. Более 40 лет членом комитета попечительского общества о тюрьме. После смерти Айлера его домовладение было разделено на две части, получившие номер 7 и номер 9 в Кабинетской улице. И до 1880 года принадлежавшие наследникам Айлера, его дочери Екатерине Самуилу Фон Айлер, генерал-лейтенанту Александру Самойничу Фон Айлеру и удоверя капитана первого ранга Сергея Ивановича Елагина Марии Самуилу Ивановича. В 1881 году архитектор городского кредитного общества Бертельс оценил домовладение Айлеров с построенным на площади 280 квадратных сажений, трехэтажным каменным домом, двухэтажным каменными службами и ветхими деревенными сарами в 77 тысяч рублей. В том же году домовладение приобрел титулярный советник Николай Семенович Петров, член Петербургского императорского общества, рейсистого бега и общества всепомоществования нуждающимся ученикам Пологовского технического дорожного училища. В 1882 году архитектор Иванов надстроил четвертый этаж над всем домом, пристроил к нему четырехэтажный флигель, на месте разобранных служб в Черне построил пятиэтажный флигель. В лесовом доме были проведены водопровод и канализация. Стоимость домовладения сразу же возросла до 122 тысяч рублей. В 1889 году в этом доме начало свою работу культурно-просветительское русское биографическое общество. Его председателями в различное время были Майков, Лавягин, Лященко, Малейн, Фомин. В 1113 доме находился магазин предметов спорта Генриха Вильгельевича Юргенсона. Итак, в этом доме жили экономист Анинский, военный инженер, капитан Апышков, врач-хирург Греков, историк Жебелев, юрист Спасович, писатель Короленко, архитектор Александр Петрович Морозов, который разработал технологии создания большепролетных конструкций, композитор-дирижер Таскин. Вот так вкратце о доме по улице Правды номер 7. Данные с сайта сети Волос. Пока-пока. До свидания. Узнали чуть новое.